Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, девочки. Ну, во-первых, мы вас, конечно, в первую очередь поздравляем с премьерой. Потрясающий новый клип «Время», который уже в эфире. Он уже полюбился, он уже звучит, крутится. И в этом части мы обязательно посмотрим его. То есть, получается, это не то, чтобы прям премьера, но мы просто хотели бы, чтобы вы тоже посмотрели на него. Спасибо. Мы с тобой еще раз посмотрим. Потому как, да, наверное, не часто достается вам времени, чтобы посмотреть свои клипы в эфире музыкальных телеканалов. У вас мы всегда с удовольствием смотрим. Спасибо вам большое. Ну, тогда про «Время» немножко поговорим. Песня, насколько я знаю, записана была давно, Маша, тобой, да? Мне кажется, мы даже рассказывали, возможно, эту историю. Давно был написан небольшой кусочек, и он лежал и ждал момента, когда мы возьмемся с Машей. Вот эта вот фраза «Время никого не ждет, время никому не верит». То есть, она родилась, получается, год уже назад с лишним. Но именно всю песню мы доделали буквально недавно и выпустили. Сколько еще таких фрагментов, кусочков у тебя в голове, Маш? Записано очень много, очень. Я иногда обнаруживаю и вообще даже забываю то, что это есть. Мы с Машей недавно обсуждали, пересматривали, думали о новинках и поняли, что у нас материалы уже и на третий альбом. У Маши есть специальная тетрадочка, она забыла сказать. И вот там, мне кажется, на третий, на четвертый альбом уже, в принципе, есть. Слушайте, какие вы молодцы, Маш. А у тебя тогда как с музыкой получается в этом случае? Ты готова сразу тут же вот любой стих, что Маша предоставит? Вообще, я Машу сразу подхватываю. Так что, в принципе, я думаю, получается второй альбом еще нету нам двух лет. Вот буквально совсем скоро у нас будет день рождения. Но второй студийный альбом в этом месяце выйдет, так что... Ох ты, как здорово! Поздравляем. Вот, кстати, что касается дня рождения. Ваш первый клип теперь нас двое. А песня появилась как раз два года назад. Вы сказали, 10 октября. Да, я сегодня специально посмотрела, я залезла в iTunes и посмотрела дату релиза. Дата релиза 10 октября. Мы все гадаем, когда нам сделать день рождения. Так вот когда? Вы решили уже? Вот давайте, мне кажется, 10 октября. Артур, красиво, мне тоже очень нравится. Да, и тем более так достаточно знаково. 10 октября первый, скажем так, песни, которые услышали масса, масса, много людей. Вы как, рады тому, что происходит за эти два года? Вы довольны тем, как складывается ваша карьера за это время? Безумно. Очень. Очень довольна. Иногда, честно, не верится, что все вот так, в таком масштабе развивается и так быстро. Конечно, мы очень рады, мы стараемся, у нас много идей, мы будем продолжать в том же духе. Вы еще и трудяшки невероятные, у вас... Мы просто живем своим проектом, действительно, то есть нету ни одного дня, когда бы мы с Машей не обсуждали какие-то новые идеи. Мы даже приходим вместе в гости, чем-то там, я не знаю, вдохновились. По здоровью, не никого. Мы обычно приходим в гости, уходим с идеи. Даже как-то порой неудобно начинаем так обсуждать уже такие опять рабочие моменты, хотя надо бы уже отдохнуть, но нет. Вот, наверное, поэтому. Если вас приглашают, надо, наверное, всегда предполагать, так для Маши надо отдельную аудиторию, как всегда, переговорную какую-то, потому что девочки уйдут, начнут творить, 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 придумывать и сочинять. Вот, сейчас я хочу, чтобы мы с вами посмотрели вашу историю под названием «Босая». Потрясающая песня совершенно. Спасибо. Но здесь вы решили обойтись без клипа. Пока. Однако, длили к видео, надо сказать, вполне себе. Спасибо. И, кстати говоря, многим артистам, которые приходят нам в студию, мы даже как пример показываем. Они говорят, привет, это же столько сейчас всего, надо не заморачиваться. Ой, очень приятно. Мы очень, девчонки, взяли магнитофон, поставили. Да, включили. Рядышком встали, да, и что-то прошли вперед-назад, и получился клип. Две Маши у нас в гостях, друзья, оставайтесь с нами. Программа «Лучшая в стране» и прямо сейчас «Босая». Смотрим, слушаем. Две Маши, друзья, в ваших телевизорах-приемниках и в студии телерадиоканал «Страна.ФМ». Это программа «Лучшая в стране». И, конечно, девчонки, безусловно, участницы одной из самых лучших групп музыкальных в нашей стране. Спасибо. Спасибо большое. Вы только что обсуждали мы вне эфира лирик-видео на песню «Босая». Узнали, что дело происходило в парке Горького. Ранним утром. Пришлось очень рано, рано, в избежание попадания людей, которые не готовы просто к тому, чтобы оказаться в клипе. В общем, вот так вот, друзья. Так что в неожиданных таких местах можно иногда попасть все-таки в кадр. Ловите пораньше. Сколько это было? Пять утра, шесть? Мне кажется, в пять. Может быть, даже чуть пораньше. Ну, а что касается вашего нового клипа, здесь, конечно, подход был совершенно серьезный. Даже поездка была специальная в Черногорию, да? Но время подъема было тоже. Тоже в пять утра. Да, у нас с нашими подъемами отдельная история. Но всегда интересно, почему та или иная страна выбрана для съемок? Почему именно Черногория в данном случае? Ой, вы знаете, во-первых, начнем с того, что это была абсолютно спонтанная поездка. Она была сюрпризом для нас. Да. Да, от двух прекрасных людей, которые вот нам сделали такой сюрприз. И они знали, что мы хотим снять клип. Ну и, в общем, вот так вот. Где-то хотим снять. Мир не без добрых людей, скажем так. Вот поддержали наш творческий порыв. Ну, вы знали, когда вы уже собирались, что это будут съемки клипа? Нет, мы знали. Но неожиданное было предложение, чтобы мы туда поехали. За несколько дней, да, вот. Перед тем, как полететь, это предложение поступило. И мы это предложили Ксюше Мамаевой, которая как раз-таки снимала. Да. Она тоже согласилась на это заманчивое предложение полететь и снять клип в Черногории. То есть как бы весь сюжет и все рождалось уже в процессе. Да, в процессе съемок. Ну, это, как правило, даже бывает гораздо лучше, чем когда ты тщательно готовишься там заранее. Когда мы увидели этот старый город, Котор, это такая красота безумная совершенно. Сказочный город. Мы хотим туда вернуться, нам очень понравилось. Просто каждый день это были съемки. Мы не успели всецело, скажем так, насладиться. Мы хотим туда вернуться погулять, но я думаю, если мы вернемся опять туда, мы будем снимать. Да, что-нибудь снять. Знаете, когда мы оказываемся втроем вместе с нашей Ксенией Мамаевой, это всегда заканчивается каким-нибудь прекрасным видео. Девочки, ну мы с вами, конечно, что ж сидим, молчим, обсуждаем премьеру. Это все хорошо, но грядет важнейшее событие. Это даже два события громких, сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве. Это концерт, большие концерты. Да, два больших сольных концерта 20 октября в Санкт-Петербурге. Это даже будет большой. Да, в клубе «Зал ожидания» и 22 октября «Известие Холл». Друзья, мы вас ждем, это будет очень круто, будут выживые музыканты, прекрасные. Вы так пишете, это тоже трогательное очень у себя в соцсетях, что это прям главное событие этого года. Ну для нас это действительно, конечно. Это связано именно с тем, что площадки просто значительно больше, чем те, на которых до этого приходилось выступать. Это связано, безусловно, и с этим тоже. Это связано с тем, что у нас появляется все больше новых поклонников. Кто-то еще не был у нас никогда на концерте, плюс новый материал, который мы еще не исполняли. Что-то будет как премьера на концерте. И, конечно, все в совокупности вызывает эти эмоции того, что это для нас самое большое событие в этом году. Это, конечно, важное, это то, что мы выпускаем, наш второе студийное. А, это нужно в презентации. Это будет приурочено, да, к выходу нашего второго альбома. Ну, в Питере вы уже выступали, да? Это были квартирники. Это были, да, небольшие квартирники. А сейчас мы едем именно с большим составом музыкантов, то есть это совершенно другой звук, это другая энергетика. И поэтому мы призываем всех, кому нравится наше творчество, окунуться вот именно в живую энергетику, потому что это отдельная история. А как вам кажется, вот питерские поклонники, они отличаются от московских? Если у вас уже была возможность как-то их сравнить. Или ваши нет? Ваши они просто вот поклонники группы «Две Маши». Ну, вот мне кажется, если честно, я с каждым концертом понимаю, что наши поклонники не отличаются в хорошем смысле, что они везде настолько открытые и душевные люди. Вот мы недавно были в Нижнем Новгороде первый раз, но это безумная энергетика. Мы вышли, первая песня, и зал поет с нами хором, так же, как в Москве, так же, как в Питере. Нас принимают везде вот именно так. С первой песней мы поем вместе с залом. Это просто чудо. Что касается концерта в Москве, это будет также живой состав музыкантов, большая команда какая-то. Возможно ли выступление каких-то ваших друзей-музыкантов? Будем только мы. Не делите сцену, не сделаем. Будем, можем поделиться, будем только мы. Что можно приносить, что можно дарить вашим поклонникам? Ну, если у кого-то нет просто возможности путевку вам в Черногорию подарить на сервере клипов, то если что касается поклонников. Ой, на самом деле... Это обычные цветы, мягкие игрушки, не знаю, или что-то полезное. Ну, все приносят, и цветы приносят, некоторые приносят очень креативные подарки, там, звезды, кепки. Ну, то есть все, что считает каждый человек нужным, то и дарят. Вот мне в Нижнем Новгороде подарили песочные часы. Как раз вот после релиза, да, без этого времени. Они у меня стоят дома на полочке. Именно тебе подарили, да, Маша? Да, да, да. Подчеркнули, что вот это именно Маша Шейх. Слушайте, какие замечательные друзья. Ну, готовьтесь, готовьтесь, обращайтесь к поклонникам и тем, кто пока может быть таковым еще не являться по каким-то, я уверена, уважительным причинам. У нас обязательно станет таковым. Спасибо. 22-го в Москве концерт, 20-го в Санкт-Петербурге. Мы прервемся совсем ненадолго и продолжим общаться. У нас сегодня две Маши в гостях. Друзья, это телерадиоканал Страна.ФМ. Меня зовут Александра Хайрулина. Программа «Лучшая в стране». У нас сегодня в гостях две Маши. Здравствуйте. Во-первых, вышел новый клип на песню «Время». Мы его обязательно посмотрим в ближайшее время. Ну, и говорим также о двух предстоящих больших концертах. 20-го октября в Санкт-Петербурге, 22-го в Москве, где билеты раздобыть, девочки. Вот так вот, чтобы сходу, с клику взять и уже успокоиться. Билеты можно раздобыть по ссылке в нашем инстаграме «Две Маши Офишел». Также на всех электронных площадках. Электронные кассы. На сайте mspro.pro. Также есть билеты. Так что, ребята, поторапливайтесь, потому что на концерте девочек, конечно, билеты разлетаются просто молниеносно. У нас приходят вопросы. Фанаты пишут. Ну, во-первых, безгранично в любви объясняются. Вот такое совершенно хочу зачитать. Да, любимым Машем. Вы уже хором разговариваете. Уважаемые Машеньки, говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? Ещё раз спасибо за футболки. Жду, жду, жду 22-го октября. Так, ну я сейчас схода не схожу, мне нужно подумать всё-таки, но я думаю... Надо помнить, что никогда не зарекайся, никогда не говори никогда. Это первое, что не говори никогда, это точно. Да, никогда не говори никогда. Мы подумаем. Вот это мой ответ на вопрос «никогда не говори никогда». Глядя на вас, хочется всегда любить и быть любимыми. Из Белгорода сообщение. А Белгород-Москва, Татьяна, сообщение. Это пришло. Ребята, да, если вы хотите тоже какой-то вопрос адресовать девочкам, пишите 8-909-920-8-1-80-9-9-9. А я хочу вот что спросить. Ну, на сегодняшний день, как вам кажется уже, вот песня номер один в вашем репертуаре у поклонников? Я уже поняла, что они поют целиком все, но, может быть, есть та вот, которую бесконечно просят и просят и не отпускают, пока вы 7 раз не споёте. Знаете, мы периодически провозили такие опросы, но если говорить о нас, всё-таки, мне кажется, для нас всегда будет знаковой песней, это теперь нас двое. Безусловно, да. И, кстати, мы к концертам подготовили по собственному дизайну футболки, но они такие необычные, и там как раз написана эта фраза «Теперь нас двое», она для нас знаковая, это наша первая песня, это наш старт, поэтому я думаю... «Теперь нас двое»? «Теперь нас двое». А каждая новая песня, которая появляется, она для вас что? Она вот какая-то особенная? С особенным чувством, понимаете? Каждая новая песня особенная, и каждая новая песня для меня любимая. Я говорю, Маш, вот именно она моя любимая. Потом следующая была, и я говорю, Маша, нет, это моя любимая. Маша говорит, ты так всегда говоришь, поэтому все мои любимые песни. В общем, как-то так, периодически. Что касается ваших коллег по цеху, они как отреагировали на очередную вашу новую работу? Все ли хвалят, или есть те, которые, вам сказать, может, ну, предыдущая песня у вас была... Ну, мне кажется, всех хвалят, и более того, с этой песней она много где выкладывается, разные паблики и ВКонтакте, и в других соцсетях, и вот мы стараемся все прочитать, и именно с этой песней каких-то, не то что даже плохих, плохих комментариев вообще нет. Они, ну, в общем, негатива вообще нет, что удивительно, потому что выкладывает очень много разных пабликов. То есть и люди пишут только хорошие вещи. Ну, вот единственное, что я заметила, единственный комментарий, мы посмеялись был, что, ну, все классно, ну, почему такое название у коллектива? Мы, конечно, с Машей посмеялись, но две Маши... Я сама всегда смеюсь, когда нас объявляют честно. Мы признаемся, мы действительно сами смеемся над своим названием. Когда, ребята, сейчас выходят две Маши, мне хочется рассмеяться, я собираюсь и выхожу. Ну, я представляю вас настроение. А это залог прям, я так понимаю, успеха и действительно хорошего настроения на сцене, когда у тебя одно название, а уже поднимает настроение. Это очень грамотно, мне кажется. Просто люди нас так назвали, даже когда не было еще коллектива, мы приходили в гости. Маша, Маша, о, две Маши. Ну, собственно, мы не стали выдумывать каких-то названий оригинальных. Маша, к Маше Зайцевой обращаю свой вопрос. Ты пишешь музыку, и это, конечно, очень удобно, мне кажется, это потрясающе. Вот как ты хочешь, что ты хочешь там исполнить, ты так и написала музычку, да, все для себя любимый. У тебя есть уже какие-то наброски в голове, идеи, фантазии, что ты хочешь воплотить еще в какую-то, в одну из новых песен? Ну, не знаю, какой-то сложный пассаж там исполнить, что-то там еще. Вы знаете, я вот эту фишечку обязательно использую. Это все всегда спонтанно получается. Да, продиктовано именно вот такого, что я сейчас знаю, я вот хочу в такой-то песне взять такую-то ноту, такого не было никогда в жизни. То есть, нет, могу ответить. Хорошо, друзья, мы продолжим общаться с Машами. Оставайтесь с нами, прервемся совсем ненадолго. И, кстати, посмотрим ваш клип и послушаем песню, мы выбираем. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Программа «Лучшее в стране» продолжается. А у нас сегодня в гостях две Маши. Впереди нас с вами ожидает премьера песни, клипа «Время». Если вы уже смотрели, вы, значит, уже полюбили, если нет, обязательно никуда не девайтесь от приемников, телевизоров, продолжайте оставаться с нами. Девочки, скажите, пожалуйста, что касается общения с вашими поклонниками. Я знаю, что вы с ними общаетесь, вы отвечаете там на какие-то вопросы и так далее. Есть уже, возможно, вопросы, от которых вы немножечко устали. Я так понимаю, кроме вопроса «Почему две Маши?» Здесь все как-то ясно. От чего устали? Ну, я имею в виду вопрос какой-то, который уже... Не успели пока, нет ничего. Нет, еще пока. Из Владимира вам огромнейший привет. Привет, Владимира. Спасибо, Владимира. Да, ну и спасибо огромное за концерт в Нижнем Новгороде. От вас исходит свет и тепло, творческих успехов. Радуйте нас новыми, новыми хитрами. Спасибо большое. Обязательно будем радовать. А о том, что количество поклонников ваших увеличивается, вы откуда это понимаете? По количеству подписчиков в социальных сетях? Именно вот оттуда мы и понимаем это, потому что мы не пользуемся никакими инструментами для накручивания. Хоть нам все советовали и говорили, вам надо. Я не знаю, в общем, мне кажется, нам это совсем не надо, да. Ничего подкручивать. Мы хотим объективно оценивать. Живую аудиторию, конечно. И, в общем, качество, скажем так, аудитории, она у нас прекрасна. И да, действительно, у нас очень большой прирост идет. Что касается коллег ваших по цеху, вы у кого-то вот заметили что-то приличное в последнее время, то, что вам понравится? Какая-то песня или клип новый? Очень нравится нам «Монатик». Очень. Да. Я посоединюсь. А вы и «Монатик». Прямо такое... Ну, мы лично... Мы не знакомы, да, мы еще. Ну, а кто-то из наших все-таки «Монатик», гражданин Украины, человек такой... Я как раз хотела сейчас начать перечислять. Иван Дорн, Саша Панайотов, тоже из Украины. Что происходит? Ну, он больше не может все равно. Саша Панайотов, он все-таки уже очень-очень много лет здесь. И, насколько я знаю, вроде никак никуда не собирается уезжать. Не, не собирается. Это более... Да, ну куда? Вот продюсерский центр Григория Лепса. Все в порядке. Кстати, что касается продюсеров, вам вот на сегодняшний день комфортно самим? Или, в общем-то, не отказались бы от... Очень комфортно. Комфортно. Нам безумно комфортно. Какой-нибудь дяденька с известной громкой фамилией не нужен, чтобы вам говорил так, девочки? Будем делать вот так. Нет. Нужно нам делать, чтобы петь. Нам точно, да. Чтобы нам командовали, вот как именно делать, писать, петь. Нет. Нам комфортно. Во всех смыслах. Знаете, вообще, вот хочу сказать, что касается нашего проекта. Мне кажется, вот никто, кроме нас, не чувствует, как нам правильнее и как нам лучше. Вот это мы убеждаемся в этом до дня. Да, я боюсь, если кто-то появится, то что-то пойдет не так. Мы что-то потеряем, знаете, вот такое вот свое. Поэтому нет. Будем вдвоем сами. А у вас четкое разделение? Вот Маша Шех отвечает за слова, Мария Зайцева за вокал, такой очень серьезный, и за музыку. Или бывают моменты, когда все-таки Маша Шех напишет строчки, а Маша Зайцева может сказать, что, Маша, ну перепиши вот здесь, ну здесь же не очень. У нас взаимно все время происходит эта история. Валите друг друга. Абсолютно, да. То есть Маша мне может сказать, что ей не нравится, например, вот этот аккорд. Я его меняю. Например, Маша напишет какую-то строчку, я говорю, Машуль, я бы вот здесь вот что-то поменял. Или слово поменял. Ну нет, такое бывает, конечно, и это все мы адекватно воспринимаем, слава богу. Поэтому... То есть пока такого нет. Знаешь, что ты там музыку пишешь, вот и пишет текст, это мое дело. Нет, 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 конечно. Нет, у нас бывают творческие споры, но такого нет. Они безобидные. Маш, доченька твоя, скажи, как выживает, как у нее протекает процесс взросления, чем она сейчас увлечена? Знает ли все песни и любит ваши? Она обожает песни, причем вот когда она первый раз услышала «Теперь нас двое», я помню, я поняла, что что-то в этом точно есть, потому что у нее была такая бурная реакция. Она была еще очень маленькая и уже тогда так отреагировала внушительно, скажем так, на эту песню. Она сейчас входит в детский садик, 28 декабря ей исполняется 5 лет, мне уже самой не верится. Она увлекается рисованием, она очень хорошо рисует. И вот недавно она принесла куклу, которая сделала из бумаги такое платье, что я сначала не поверила, что это она сделала. А вот у вас дизайнер растет, я так понимаю. Да, да. И если еще рисует хорошо, то может быть и декоратор по-сому сделает? Может быть, нам костюмы будет. Я видела это платье, я, Маша, подумала, что это я его сделала, я говорю, нет. Маша мне говорит, ну ты же его вырезала, я говорю, я не дотрагивалась. И вот так вот мы поняли, что вот ребенок сам пошел. И, кстати, мне кажется, можно сделать вывод, что точно у Сандры любимая песня «Теперь нас двое». Да, да. И получается, тогда даже, по-моему, трех лет не было. Ну, то есть до сих пор она все время говорит. А, она даже до сих пор ее знает. И что теперь нас двое? Слушайте, потрясающе. Мы обязательно продолжим общаться. Две Маши у нас сегодня в гостях. Еще есть немножко времени. Друзья, пока прервемся на клип и песню имены от студии «Если ты рядом». Программа «Лучшие в стране» телерадиоканал «Страна и ФМ» у нас в гостях две Маши. Буквально через три минутки ровно мы посмотрим клип и песню, послушаем время. Так что будьте обязательно друзья по ближести, девочки. Приходят вопросы в ваш адрес. Ну, вот, например, почему-то посчитали нужным задать вопрос, как вы относитесь к творчеству Земфира. Отлично относимся. Маша ответила. Ну, в общем, да, что если действительно. Маша Шейх, вопрос вам. Чем вы занимаетесь свободно от музыки? Время, какое у вас хобби? На данный момент этого времени становится все меньше и меньше. На самом деле сейчас только музыка. И так я очень люблю заниматься спортом. Поэтому мое хобби – это спорт. Ну, это спорт, да. Мы все знаем и помним ваше увлечение очень серьезным тайским боксом. Тайским боксом, который породил целое движение в нашей стране. Многие кинулись, но потом узнали, что вы завязали с боксом. И тоже завязали. И тоже завязали, да. Тайским боксом времени нет заниматься. Планируем продолжить зимой. Дай бог, если состоится Таиланд, то будет тайский бокс. Любите ли вы сами рисовать Маши? Есть у вас картины, нарисованные вами? Да. Я очень плохо рисую. А я очень люблю рисовать. И у меня есть свои картины. Это ответ на вопрос. Здорово. А у тебя, значит, есть время все-таки, чтобы написать картины? Ну, в деле его действительно мало, но я рисую, очень люблю это делать. А что ты именно пишешь? Это портреты, натюрморты? Чаще всего это люди. А конкретно тебе надо позировать? Нет, мне не нужно позировать, но вот как-то вот именно фигура людей. То есть вот так вот я сейчас вспоминаю. Еще часто рисую сказочных персонажей. Ну, вот видишь, у Сандры-то откуда талант все-таки? Вот так все потихонечку. А если сказочные, кто это? Это какие-то неведомые. Я видела, да, неведомые, точно. Полу-эльфы, полу- еще кто-то, я не знаю. Но такие у меня. Вымышленные. Да, вымышленные. Что удивительно. Их еще нет. А как ты думаешь, чем это связано? Это с какой-то твоей особой любовью к сказкам? Не знаю, я, в принципе, с детства рисую, поэтому откуда это все пришло? Откуда ты с детства все-таки видел? Оттуда же, откуда я и пою. Я не училась ни рисованию, ни пению, но это случилось со мной. Девочки, есть уже задумка по поводу следующего клипа? Или пока вот концерты предстоят? Есть. Есть, да. Но мы пока не расскажем. Есть. И, мне кажется, ни одного. Ну, если уж так, да. Ну, то есть вы уже четко знаете, какие это будут песни и, соответственно, какие клипы с каким сценарием будут. Одну песню точно мы знаем. Да. И она войдет как раз в наш второй альбом. Так что ожидается еще один релиз в альбоме. Да. Ждите. На концерте. И на концерте самое главное. В «Известии холл» 22 октября, где мы вас всех очень ждем. Ну, а сейчас давайте срочно смотреть и слушать абсолютно новый клип и новую песню. Две Маши. Время. Внимание. Время никого не ждет. Время никому не верит. Отправляемся вперед. Эта дорога нас изменит. Моя жизнь, рулетка, вдруг повезет. Иногда непонятно, почему этот ход сегодня жарко мне. А завтра лютый холод. Без любви меня пожирает голод. Город. Сколько времени нам нужно, чтобы открыть все двери. Я по-прежнему верю. Мы – это время. Пока песочные часы продолжают бег. Любовь – лучшее, что умеет человек. Держи меня за плечи. Время, время лечит. Время, время летит куда-то. По дням и дата. Держи меня за плечи. Время, время лечит. Время, время летит куда-то. По дням и татаха. От крылья свободы за нами. Попробуй дотронься руками. Любовь, она не знает правил. Время никого не ждет. Время никому не верит. Время никого не ждет. Никогда не знаешь точно, что будет завтра. Какая выпадет из колоды карта в руки. Слушай своего сердца, звуки дыши. Так и хочется сказать, время не спеши. Мы будем продолжать плыть и жить. Наши сокровенные мечты пусть сбудутся. Любить мать и отца. Творить добро до конца. И пусть улыбка не сходит с твоего лица. Держи меня за плечи. Время, время лечит. Время, время летит куда-то по дням и татаха. Держи меня за плечи. Время, время лечит. Время, время летит куда-то по дням и татаха. От крылья свободы за нами. Попробуй дотронься руками. Любовь, она не знает правил. Время никого не ждет. Время, время никому не верит. Держи меня за плечи. Время, время лечит. Время, время летит куда-то по дням и татаха. От крылья свободы за нами. Попробуй дотронься руками. Время, время летит куда-то по дням и татаха. Время, время летит куда-то по дням и татаха. От крылья свободы за нами. Попробуй дотронься руками. Любовь, она не знает правил Время никого не ждет, время никому не верит Время никого не ждет, время никому не верит Отправляемся вперед, эта дорога нас изменит А, потрясающая работа, две Маши, друзья Поздравляем вас, девочки, с премьер Спасибо вам огромное Время, вокал, я знаю, и даже в нашем коллективе уже целый фан-клуб Ну, не только ваша группа, а именно это еще новые работы ваши Спасибо И пусть, конечно, количество поклонников множится и множится Спасибо вам большое Потрясающе, что в этом клипе, кроме вас, людей, которые были заранее осведомлены о том, что съемка клипа, в общем, как-то были готовы Все остальные совершенно случайные прохожие, отдыхающие, местные жители Ну это да, это настоящая жизнь, то есть это не съемочная площадка, это все, что действительно происходит Хотя этот город поход был на сказочную съемочную площадку Это да Кто-то для вас все это свыше подготовил, кто-то для вас все это сделал Это точно И даже девочка с крепачкой, в общем, очень все как-то органично, так и замечательно Ну, в общем, может быть, это... А как вам кажется, если бы в наших каких-то городах вот так вот вышли снимать, такая же реакция была? Или жители курорта более привычны к съемкам бесконечным? Мне кажется, что да, все... Ну, в основном все с позитивом и им, наоборот, интересно, они и в камеру смотрят, и еще что-то, то есть... Ну, мне кажется, что да, в основном люди расположены к этому Конечно, может быть, кто-то то скажет, ну там, меня не надо снимать, но... Это если будет снимать какой-то другой артист, а если, конечно, они будут видеть, что это снимают две Маши, я думаю, что придется отбиваться Спасибо Маша, я у тебя хотела спросить вот что Периодически появляются у тебя в Инстаграм, в соцсетях, в стихотворениях или фрагментах какие-то, да? Ты публикуешь их вот после написания сразу, или есть то, что было написано ранее, и ты просто это вот хочешь сейчас донести до своих поклонников? Есть то, что ранее, но это очень редко, в основном я хочу выложить фотографию и думаю, что написать, и на ходу сразу же пишу что-то То есть ты отталкиваешься от фотографии и при этом... Да, да, да Самое волшебное, что очень часто Маша, например, что-то выкладывает к фотографии, не думая о том, что потом это станет частью песни Такое тоже бывает Фрагменты какие-то, да? Да, и являются Мне кажется, Маша это вообще человек вдохновения, то есть вот все, что от нее исходит, это настолько все от души и от сердца Маша, ты сама чувствуешь, как ты меняешься в строчках? Или, может быть, Маша, ты замечаешь? Да, мы это вдвоем замечаем, подмечаем А что происходит? В какую сторону изменения происходят? Я вот видела, что словарный запас больше или что? Возможный словарный запас, и я периодически вижу, что сам слог, он какой-то другой становится, да То есть не такой банальный и простой, наверное, так, как раньше Ну мы чувствуем, да, что мы, в принципе, растем В общем, мне кажется, когда ты постоянно делаешь что-то, ты прогрессируешь в любом случае Все достигается упражнениями, есть давние таком высказывания Да, безусловно, так как я почти что каждый день что-то придумываю, пишу, пишу, пишу Естественно, у меня и как-то начинает, видимо, мозг уже по-другому крутиться и что-то находить новое Слушайте, как это здорово, это когда ты сам себя удивляешь, удивляешь своего коллегу, да И удивляешь, соответственно, своих поклонников, да А устается ли время на чтение, на то, чтобы черпать откуда-нибудь еще эти самые трочки, рифмы? Если честно, очень давно не было времени вот именно сесть, почитать Я надеюсь, что, опять же, зимой будет возможность немножко отдохнуть Я всегда беру с собой спорт, книги, картины, все зимой Видите, как много планов на зиму Столько планов грандиозных, это же просто как-то невозможно Да уж Ребята, я хочу вам еще раз напомнить и, конечно, настоятельно рекомендовать оказаться на концертах О том, что эти события случаются, 20 октября, Санкт-Петербург, девочки, площадка, еще раз называйте Клуб-зал-ожидание Клуб-зал-ожидание, ну, Питер, я думаю, в курсе, что это, где это, как это Я думаю, да, наверняка в курсе Во сколько начало концертов? По-моему, 8 часов Мы всю нашу информацию выкладываем в соцсети Да, поэтому Ну, либо если быть в интернете «Две Маши» и концерт в Санкт-Петербурге, то 100% Да, там все подробности будут 22 октября концерт в Москве в «Известия Холл» Это уже, наверное, позднее начало, часов 8, да? По сколько настраиваются? Вы сами сколько готовы будете в этот вечер провести времени со своими поклонниками? Ох, ну мы с ними, на самом деле, готовы очень много времени проводить Но обычно нас из клубов выгоняют, потому что нужно освобождать площадку Мы бы стояли, фотографировались Потому что уже следующие артисты концерт свой готовить начинают Да, да, или какие-то мероприятия дальше Ну мы всегда по максимуму, если есть возможность, мы всегда стараемся выйти, пообщаться, сфотографироваться Если нам разрешат, то с удовольствием выйдем, конечно Автографы каждому, фотография с каждым И улыбаться с каждым Это когда уже за плечами два часа концерта, а до этого еще и репетиции Но это, в общем, очень много сил требует Сил, да, но мы получаем столько энергии внутри концерта У нас такой космический идет заряд энергии друг от друга И после тоже, когда мы выходим Поэтому мы им настолько благодарны, что они нас слышат, чувствуют И у нас это абсолютно взаимно Это прекрасно У вас между собой есть какая-то договоренность о том, что, например, когда личная жизнь не должна мешать вашему проекту? Ну, к примеру, скажу, появляется сейчас какой-то там очень серьезный роман в жизни одной Маши или другой Хотя, может быть, это так и происходит, но здесь вдруг прям какой-то совсем, который сносит башню на пролом и все И ты не можешь куда-то выехать лишний раз или на репетиции У вас есть какой-то контракт строгий, там, не знаю, 5 лет никаких отношений за пределами группы? Ну, мне кажется, это приоритеты тоже каждой из нас Не то, что там отношения не нужны и нужно их в сторону Нет, конечно, но когда ты живешь музыкой, ну, то есть я не представляю, как взять там, не поехать на репетицию У нас роман с нашим творчеством Это ответ на вопрос Да, взаимно Это роман с творчеством, да, это очень серьезно Многие так артисты, конечно, отвечают Давайте посмотрим, что у нас там с вопросами есть от ваших поклонников Будем в числе этих артистов Да, потому что все, ну, девчонки, все отлично Даже переживать вам не стоит Билеты купили, ждем концерта А мы ждем вас на нашем концерте Вы молодцы Бывает ли такое, что ваши поклонники поджидают вас около студии или около дома, пишут ваши поклонники? Нет Нет Из Челябинска вам огромный привет Челябинск, привет Да, безумно крутой клип Ксюша, молодец, спасибо за головоломку над часами Такие сообщения Да, у нас там была викторина с часами Потому что в этом клипе был секретик Один из кадров был сделан в Риме И мы недавно объявили загадку в Инстаграме Кто отгадает, получит наши вот эти вот майки Отгадали Отгадал человек, да, нужно было приблизить, посмотреть, что на циферблате написан Рим, Рома Вот оно что, слушайте, какие молодцы Я бы ни за что не отгадала Мне кажется, я бы тоже, да Ну, если, мне кажется, стоит такая история, что ты получишь подарок от своего любимого коллектива, от групп То здесь потрачу кучу времени, выучишь все местечки римские И весь клип даже досмотришь, мне кажется, так Девочки, спасибо вам огромное И вам спасибо большое Спасибо за то, что пришли Спасибо За то, что делаете Растите и дальше в творческом плане, разумеется Пусть множится и количество ваших поклонников, их любовь множится Ну, а то, что вы будете радовать нас в этом, даже нет никаких, конечно, сомнений Спасибо большое Спасибо еще за прекрасное украшение, за клип «Время», который у нас в афере Ну, и идем к вам на концерт Ждем вас очень Прямо в Москве, 20-го Питера Две Маши, друзья Спасибо всем Спасибо Спасибо Лучшее в стране Спасибо 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 Спасибо